Друзья, по итогам матча с Чертанова, тренер Ростова Александр Аброскин, Ваши комментарии оцените, матч напряженный, серьезный, энергичный. Да, отличный поединок был, супер. Игра, как и с нашей стороны, создали много моментов. Жаль, что их не реализовали. В каких-то моментах очень хорошо, прям были отрезки хорошие, были очень хорошие подходы. К сожалению, повторюсь, не удалось их реализовать. Ну и надо отдать должное, конечно, Чертанова хорошо оборонялась. И также в каких-то моментах перехватывала инициативу, сажала нас в свою штрафную. Но отдать должное тоже справились с этими моментами. Смотришь, иногда результаты календарь, там EFL 2, и 6-2 бывает, и 6-1, вам знакомый тот же счет. А сегодня 0-0. В целом такой нонсенс для EFL 2, согласитесь? Наверное, да. Ну, я думаю, что по игре сегодняшней, наверное, нелогично, что сегодня закончилась игра 0-0. Она должна была закончиться с голами. С количеством голов я не могу, конечно, сказать, но то, что они должны были быть, 100%. Потому что были опасные очень моменты, как у нас, так и у команды Чертанова. Спасибо. Удачи в сезоне. Друзья, Герман Игнатов по итогам матча с Чертановой. Герман, ну, оцени сегодняшний матч. Можешь сказать, что защита сегодня сильнее, чем атака? Ну, не сказал бы, потому что наша атака создала очень много опасных моментов. Но не хватило просто чуть реализации. Мы в какой-то момент, ну, проседали, но сыграли отличную оборону. У вас в последнем матче не самые удачные были, да? Там несколько поражений, в том числе крупные. Сегодня на какой результат рассчитывали? Ехали за победой? Выходили только с желанием победить, потому что предыдущий матч не должны были так складываться. И должны были только побеждать. Спасибо, Герман. Удачи. Счастливо. Итак, Алексей Бляков, защитник Чертанова по итогам матча с Ростовом. Алексей, ну, оцени и игру своей команды в этом матче, и результат в целом. Доволен или не доволен? Ну, команда в целом билась достойно. Не хватило немного голевых, хороших моментов в атаке. В целом, оборона сыграла тоже не очень хорошо. Были проблемы в центре поля. В целом, я доволен игрой, но счет оставляет желать лучшего, конечно. Ну, ты говоришь, доволен игрой, там, да? Оборона сыграла не очень хорошо, но при этом 0-0. Можно, то есть, оценить игру защиты, в принципе, нормально. И твою, в частности. То есть, в целом, да, игра, ну, защита справилась хорошо, но были некоторые моменты, когда, например, из подзащитников били наносили удары, наш вратарь спасал ворота. Также плотные удары были мимо ворот. Ну, защита должна все это перекрывать, я считаю. Ну, есть такое эфемерное понятие, там, счет по игре или не по игре, кто больше заслуживал или нет. Ну, сложно об этом рассуждать, но, тем не менее, кто сегодня больше заслужил победу, как ты считаешь? Я считаю, игра была очень равная, но, конечно, я считаю, что мы должны были победить. Нам не хватало больше голевых действий в атаке. В целом, ну, я считаю, что мы хорошо сыграли. Спасибо, Алексей. Друзья, Александр Шмаров, тренер Шатанова по итогам с Ростовом. Александр Валерьевич, ну, ваши мысли, эмоции, комментарии. Матч напряженный, могли выигрывать победу, наверное, не получилось. Да, бесспорно, матч напряженный, слишком много борьбы было. Если разобрать игру в целом по таймам, конечно, первый тайм не могу занести нам в актив. В плане организации, в плане выхода из обороны в атаку, слишком много брака было. Во втором тайме немного перестроились и в целом, конечно, прибавили и в организации, и в количестве выходов из обороны в атаку, и в количестве голевых моментов. Обидно, конечно, видеть на табло 0-0. Бесспорно, рассчитывали на три очка в этом матче, но, опять же, это футбол. Если сравнивать, конечно, игру соперника и нас, ну, мое личное мнение, конечно, мы были ближе к тому, чтобы открыть счет в матче. У соперника подходы были, но в плане голевых моментов, конечно, были мы ближе. Это мое мнение. Но, жаль, подвела реализация. Ну, если, опять же, разделять матч на таймы, то в этом сезоне пять туров сыграно, и еще ни один второй тайм Чертанова не выиграл. Ничьи были, в частности, сегодня. Можно какие-то выводы уже из этого делать? В плане, знаете, вывод, не хочу какие-то выводы делать. В плане физической подготовки, опять же, смотрите, выдерживаем уже два тайма по 45 минут в относительно неплохой интенсивности. Поэтому мы в этом компоненте тоже прибавляем. Не пропустили, значит, уже, опять же, какой-то сдвиг есть. По вашей логике, не проиграли? Значит, опять же, да, уже сдвиг происходит определенный. Выдержали 90 минут темпа. Это тоже плюс. Поэтому идем от игры к игре, прибавляем во всех компонентах. И в технике, и в тактике, и в психологии, и в физике. Но при этом все равно идет поиск, в том числе, такой кадровый. Но в частности центральные защитники меняются. Георгидзе сегодня играл в центре. Мутовкин меняет позиции. Сегодня даже в два столба играли, по-моему, впервые в сезоне. То есть Аношин, Белковский. Это можно сказать, что все-таки идет еще нащупывание состава? В первую очередь, я тем самым даю посыл футболистам о том, что я на каждого из них надеюсь, я на каждого из них рассчитываю. И какие-то наши эксперименты, почему нет? Мы пробуем, мы смотрим, имея в своем арсенале два высоких нападающих, посмотреть на них связки. Видим, не получилось, опять же, где-то перестроились. Я в этом, честно, вижу только плюс для себя. Я могу экспериментировать, я могу что-то пробовать. В плане, конечно, да, сегодня не хватило определенных игроков. Но ничего, скоро подойдут. И еще усилимся. Я и так считаю, что у нас команда хорошая. Сейчас еще подойдут ребята, которые пропускают по определенным причинам. И дальше больше, дальше лучше. Будем ждать все вместе. Спасибо, Александр Валерьевич. Удачи в сезоне. Александр Шмаров по итогам матча с Ростовом. Субтитры сделал DimaTorzok